Однодневная научно-практическая конференция, посвященная помощи беременным женщинам и матерям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, прошла в Краснодаре. В форуме приняли участие представители 17 кризисных центров. Подробнее о мероприятии расскажет Евгения Аганова. На крупном межрегиональном форуме собрались специалисты, которые занимаются поддержкой материнства и детства из Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской и других областей из Республики Крым. Конференция такого уровня на юге России проводится впервые. Осуществить мероприятие стало возможным в рамках проекта «Светлая обитель. Комплексная поддержка беременных женщин и матерей с детьми». Вот это такое казенное выражение, и мы далеко не всегда представляем, что за этим стоит. Ну, девчонка, ну, влюбилась, да, и вдруг в какой-то момент оказывается, что и любимый тебя бросил, да, и работы толком никакого нет, образования никакого нет. И податься, в общем-то, некуда, да. Тем более, если вдруг оказалось, что она беременная. Бывает, что и родители не готовы принять вот обратно девочку домой, вот считая, что они там, ну, как-то, может, наказывают или выказывают свою точку зрения. Что остается у такого человечка? Вот здесь собрались те, кто не просто готовы оказать какую-то там финансовую помощь, да, но и предоставить кровь и жилье. Как мы уже упомянули, география участников конференции очень широкая. Форум проводился по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла. Конференция по проблемам реабилитации и ресоциализации беременных женщин и матерей с детьми включала выступления представителей министерств и государственных центров помощи, а также, главным образом, руководителей и специалистов кризисных центров защиты детей и материнства. Помимо того, чтобы познакомиться, узнать друг о друге подробно, мы, конечно, еще здесь собрались главным образом для того, чтобы ответить на вопросы, с которыми сталкивается каждый в отдельности руководитель, да, или каждый в отдельности вот данный социальный проект, как помочь женщине таким образом, чтобы она смогла пережить предательство, пережить какие-то, ну, вот эти обстоятельства жизни, проблемы, серьезные очень, да, и пойти дальше. Ведь от того, как переживет эта женщина, будет зависеть то, что она даст своему ребенку, и получится ли дать ребенку счастливое детство и воспитать полноценного человека. В Краснодаре более двух лет действует кризисный центр для беременных и матерей с детьми «Светлая обитель». Всего в Кубанской метрополии три приюта. В Южном и Северокавказском округах – одиннадцать. У многих руководителей есть интересные наработки. Сам приют один находится в области, в станице Мельховская, другой находится в Азовском районе, в Сусской области. Это большие такие дома, которые мы арендуем. В этих домах они не только живут и просто проживают свою жизнь, они трудятся. Это и земля, обязательно на земле выращивают сами все эти культуры, наши картошку, помидоры, огурцы и так далее. Ну и, конечно же, хозяйство – кур, утки. Участники смогли обменяться опытом и практиками. Проведение научно-практической конференции было реализовано автономной некоммерческой организацией «Благой дар Кубани» при поддержке фонда президентских грантов. По благословению Владимира Владимировна.